Привет, друзья! В этом видео я вам по пунктам назову признаки идеальной генетики для воркаута, именно для элементов различных горизонтов, передних висов, 720 и так далее. И вы уже будете смотреть по пунктам, насколько у вас хорошая, либо вообще идеальная генетика именно для воркаута. Начинаем! Давайте начнем немножко сдалека для новичков, которые, ну, совсем-совсем новенькие в спорте. И вкратце, насколько генетика важна вообще в любом спорте. Это одно из самых важных пунктов в вообще занятии спортом. Если у вас плохая генетика, значит, вот, определенный спорт не для вас. Начнем с роста. Высокий вы, либо низкий? Насколько рост вообще играет в воркауте? И спойлер, он очень играет огромную роль в воркауте. Первый пункт, вы хорошая, либо плохая генетика, это рост. Но какой рост крутой для воркаута, когда ты высокий, либо когда низкий? Давайте начнем с высокого роста, что вообще высокий уже рост считается в воркауте. Это примерно от 175 и выше сантиметров. То есть, если вы уже 175, то это уже достаточно много. Ну, понятное дело, первый минус высокого роста в воркауте, это просто банально тяжелее учить элементы. Например, вы тренируете различные там 360, из-за того, что у вас большие конечности, вам тяжелее понять движение, вам тяжелее контролировать свое тело. Это факт. Второй минус, это, конечно же, огромный риск получить травму. То есть, если вы высокого роста, то риск получить травму, особенно где-то в плечах, какие-то суставы, потянуть, вывихнуть намного выше, чем у низкого атлета. Третий минус, это можно соединить с первым минусом огромные рычаги. То есть, чем выше вы, тем у вас большой рычаг, например, в элементов вроде переднего виса. Если, например, человек с низким ростом держит передний вис, у него рычаг, ну, вот тут. Если человек с высоким ростом держит передний вис, у него рычаг намного дальше, и, соответственно, больше нагрузка идет уже на мышцы, на суставы, и ему тяжелее держать этот элемент. Ну, конечно, в высоком росте есть также и плюсы, то есть, люди с высоким ростом тоже могут достигать результатов. Например, Дэниел Лайзенс, у него рост, ну, довольно-таки большой для воркаута, 181, если я не ошибаюсь. Это много, но он несколько раз был чемпионом мира. Все из-за чего, например, в соревнованиях по воркауту нету каких-то определенных вот по элементах правил, по которых вас оценивают. Зачастую элементы оценивают по красоте. Чем лучше, красивее выглядит элемент у атлета соревнующегося, то тем больше ему баллов начисляют. И, соответственно, у людей с большим ростом, понятное дело, элементы будут выглядеть жестче, круче, красивее. То есть, если, например, сделает какой-то 360 чувак с ростом 150 сантиметров и чувак 180-190 сантиметров, понятное дело, намного жестче и динамичнее будет выглядеть у большого парня, ему как раз баллы зачислят. Поэтому, если вы высокий, не расстраивайтесь. Итак, первый пункт к хорошей генетике, это желательно иметь низкий рост для воркаута. Это ниже 170 сантиметров, вообще будет идеально, там 160. Вам будет просто банально легче учить элементы, если у вас цель прям элементы учить. Переходим к второму пункту, это наш вес. Чем тяжелее атлет, как и с ростом, ему тяжелее, соответственно, учить элементы, тренировать элементы, исполнять элементы. Вес, здесь вот прям много минусов в воркауте для веса. Например, я вешу 80-83 килограмма, то есть мой вес постоянно варьируется, рост 183 сантиметра. И из-за того, что у меня большой вес, и у любого атлета, когда я тренирую любые элементы, даже не динамику, динамика вообще это жесть для атлета с большим весом и ростом. Когда я просто делаю выходы, подтягиваюсь, какие-то взрывные движения делаю, у меня из-за большого веса огромная идет нагрузка на кожу. И воркаутеры сейчас меня поймут, мозоли просто на каждой тренировке практически улетают. Чем больше у вас вес, тем легче сорвать мозоли. Если вы тренируете динамику с большим весом, там вообще будет капец. Это огромный минус. Дальше, понятное дело, с первого пункта тоже огромный минус. Высокий риск получить травмы. Тоже из-за того, что огромная нагрузка, намного больше. Чем больше вес, тем больше нагрузка на ваши суставы. То есть если у вас большой вес, вы особо динамику не потренируете без травм долго. И возможно, если у вас большой вес, вам действительно нужно задуматься, чтобы с воркаута перейти в какие-то стритлифтинг, например. Отжиматься с большими весами на брусьях, подтягиваться. Ну и конечно, перейдем к плюсам большого веса в воркауте. Плюсов нету. Я лично не вижу ни одного плюса большого веса в воркауте. Именно в элементах вроде динамики, либо горизонтов. Если вы знаете, то напишите. Поэтому вывод второго пункта. Желательно... А, кстати, какой большой вес для воркаута считается? Ну это уже вот 70 килограмм, это уже много. Желательно, ну хотя бы там 65 весить. Вот это будет более-менее нормально для воркаута. Вывод второго пункта. Большой вес для воркаута это плохо. Если вы весите там вот 70 килограмм, это уже не очень хорошо для воркаута. Это признак плохой генетики. Третий пункт это мышцы. Насколько большие у вас мышцы и насколько вы поддаетесь гипертрофии? То есть насколько легко у вас растут мышцы? Влияет ли это на исполнение элементов? Нет, не особо влияет. То есть есть у вас мышцы, либо нет. Это не значит сильные вы, либо нет. В воркауте в первую очередь важна нейромышечная связь. То есть когда банальными словами это связь между мозгом и нашими мышцами. Чем лучше мы контролируем мышцы, тем лучше и легче нам даются элементы. Как вообще развить нейромышечную связь? Это тренировки, это опыт, это база упражнения, чтобы прочувствовать мышцы. Вот и все. Третий пункт. Вывод. Мышцы не влияют на то, насколько жесткие вы атлета. Ну здесь вообще не обращаем внимания на такое. Самое главное не начать оправдываться, когда вам кто-то скажет, чувак, тащи элементы. А вы такие, да, у меня там большой рост, большой вес. Нет, ну на самом деле это важно. Вам будет тяжелее учить элементы, но это не значит, что вы не можете достичь какого-то хорошего уровня. Если у вас есть желание, не ищите оправдания, просто тренируйтесь. Знаете, как говорится, 1% таланта, а 99% это работа. То есть, если у вас, даже у людей, у которых там хорошая, идеальная генетика для воркаута, им в любом случае нужно пахать для того, чтобы достичь какого-то уровня. Вам также нужно пахать, но возможно в 2 раза больше. И вы достигнете уровня вот тех ребят, которые с хорошей генетикой. Поэтому пахаем и достигаем своих целей, которые мы себе поставили. Главное захотеть и работать. Роутови Дрим, брат!